Новинка этого года. Минсельхоз пересмотрел подход к помощи аграриям. Теперь вместо погектарной, молочной или единой субсидии фермеры будут получать субсидию компенсирующую. Ее дают для поддержки доходов. А это значит, финансово облегчат племенное разведение или возделывание полей под зерновые, зернобобовые, масличные, исключение рапс и соя. Они же не вошли и в другую господдержку. В рамках стимулирующей субсидии, тоже порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей, предусмотрена поддержка приоритетных для краев подотраслей производства зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, за исключением рапса и соя, также еще лен-долгунец, молоко, говядина и мясо баранины. В 2020-м сельское хозяйство готово дополнительно вложить больше 3 миллиардов рублей. Но за это фермерам нужно будет соответствовать, поскорее обновить технику и внедрить цифровые технологии, например, роботизировать молочное животноводство. Но аграрии пока не понимают, как успевать соответствовать всем критериям. Небольшой пример – это сегодня обязанность хозяйства лицензировать на возохранилище. В связи с чем? В связи с тем, что был выпущен закон, где навоз поравняли к бытовому отходу. Все для сохранения природы, но это очень громадное отличение средств. И всегда навоз считался, что это наоборот добро. Другой вопрос, что сегодня выносить его нужно в поля. И вот над этим вопросом сегодня нужно работать. Еще одна большая проблема – нехватка кадров из-за социальных условий в селе. А между тем, у властей большие планы. Производить к 2024 году почти 6 миллионов тонн зерна. Это тянет за собой вопрос экспорта. Судя по последним годам, на продажу идет половина урожая, сбываемый его сырьем. Преработать могут полмиллиона тонн зерна, а всего экспортного в 8 раз больше. На улучшение в этом году надеются и по показателям пищевой и перерабатывающей промышленности. Наибольшее влияние на отрицательные итоги отрасли, сказала предприятие ОАО «Иткульский спиртзавод». Производственная деятельность, которая в марте прошлого года была полностью остановлена. В результате чего выпуск водки составил 37% к объему 2018 года, этиловый спирт – 36%. Новый собственник обещает возобновить производство до лета. Но в целом Алтай выдает востребованную продукцию. Регион на первом месте в стране по производству масла, зерновых завтраков, на третьем месте по производству макарон. Кстати, в этом году посевную площадь зерновых собираются увеличить почти на 100 тысяч гектаров. Больше посеют пшеницу, бобовую и, кстати, гречиху. Посевное подчеркнули в правительстве, фермеры уже готовы. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.